Сегодня, друзья, у нас короткий, но чертовски важный выпуск. Важный, потому что мы разберемся все-таки, что случилось в Дубае на 10-м шоу Кинку Зетейну. Буду я в кадре сегодня не один, мне компанию составит Абдул Альдаров. Привет, друзья. Ну и Виталий Лалитин будет носить ясность. Видео специально для железного рейтинга. Почему Виталию Лалитину не дали сказать его после матчевой речи? Лично я. Почему я не разрешил ему это делать? Ну а также поговорим про возраст и про камбэкки. Потому что, во-первых, нас ждет возвращение в строй Арсена Лилиева на 12-м из Твести. Ну и как маленький бонус, потому что у меня сегодня день рождения. Потому что мне сегодня 52 года. Как бы меня не пугала эта цифра. Ну а теперь давайте начнем с главного. Разберемся, что же случилось в Дубае на 10-м шоукингу в Зетейбл. Для начала скажу, что местами непонятный был карт на этом турнире. Не так много крутых поединков. Но самое главное, что в главном армфайте Виталий Лалитин смог взять реванш за поражение у Дэйва Чеффи. В 22-м году они встречались в первый раз. И тогда по итогам шести раундов у них счет был 3-3. Был назначен дополнительный раунд, который и забрал Чеффи. Очень был равный поединок. Очень много было нюансов с точки зрения судейства. То есть говорить по тому матчу, что Дэйв сильнее Виталия, было не совсем правильно. Требовался реванш. Реванш состоялся. Первые четыре раунда были полностью за Виталием. 4-0 в легкую, в одно движение даже Чеффи не смог сорваться. Но тут наступает пара пятого раунда. Почему-то рукоборцев завязывают ремнем. И эта ситуация требует пояснений. Проединок я выиграл изначально со счетом 4-0, где Дэйв отказался бороться дальше. Но я ему предложил побороться вязке и отдать ему старт. Нас сразу же съезали. Дэйв начал борьбу первым. Я его подхватил на середину, немного подержал и начал идти. Но опять же у меня уже состояние самочувствие было расслабленное. Состояние было расслабленное. И соответственно, я уже особо не хотел бороться. Но опять же попробовал забороть, но не получилось. Тем самым я не зачарован и даю возможность человеку почувствовать себя сильным и идти дальше. И тренироваться. А здесь я поясню немножечко про техническую сторону момента. Уже традиционно все трансляции дубайского «Шокинг оф зе тейбл» и турецкого «Ист-Вест» Все российские любители армрестлинга могут смотреть на платформе «Кинопоиск». И комментирую эти трансляции я. В этот раз я комментировал в компании с Кириллом и Акимбом. Так вот, в наших наушниках была пустота. Никакого интершума мы из Дубая не слышали. Отсюда та ситуация, почему мы не дали вам послушать Виталия после этого аруфайта. Потому что в наших наушниках была тишина. Тишины быть не должно. И мы продолжали комментировать происходящее. Ну, я готов исправиться. Пожалуйста. Я предложил побороться с Кадаретой на правой руке. На июль месяц. В принципе, там все согласовано уже. И мы будем в июле с ним бороться. Также поблагодарил Дэева за поединок. И сказал, что он очень сильный рукоборец. И пусть занимается дальше и не печалится. Итак, следующим соперником Виталий хочет себе Кадаретти. Но я хочу, чтобы он закрыл все свои поражения. Чтобы состоялся реванш с Армесом Гаспорини и реванш с Ливаном Сагинашвили. Я не говорю, что Виталий прямо сейчас готов к этим поединкам. Но я хочу, чтобы он записал их себе в план. И сделал все, чтобы осуществить это в ближайшее время. Что касается руки. Рука все хорошо. В принципе, особо даже не напрягать. Единственное, вот этот поединок, который пятый был, где я долгое время держал Дэева. Конечно, немного дал нагрузку. И, в принципе, за три дня уже рука остановилась. Ну, а теперь про ветеранов. И здесь две истории. Первая история касается турниров Лиги АМС. Как вы знаете, Лига уже объявила даты и место всех своих турниров в этом году. И ближайший турнир будет в Питере 25 мая. И на этом турнире выступит Агдулла Альдаров. Девятикратный чемпион мира, который наделал много шума на шестом турнире АМС в Москве. И даже попал в обзор самых ярких поединков АМС на сайте Спортсруб. Так давайте заглянем к Агдулле в гости. Узнаем, в какой он в форме, как тренируется и планируется участвовать. Приветствую, друзья. Значит, ну что сказать, готовимся на АМС. Форма вроде бы неплохая. Намного лучше, чем в декабре. Палликсалам. И почему я решил все-таки выступать? Я, как ранее говорил Василию Кузнецову, что проверить уровень. Уровень я проверил в декабре. А сейчас я уже целенаправленно готовлюсь быть чемпионом или хотя бы в призах. Если продолжать историю про возраст, хотя этот парень не так и стар, как кажется, но за столом его не было давно. Так вот, речь идет о Арсене Лилиеве, которому 20 апреля предстоит камбэк, предстоит возвращение после долгого перерыва. И состоится оно на 12-м шоу «Ист-Вест». Как мы знаем, Арсен очень сильный спортсмен с хорошим стартом. Наверстает ли он свою былую форму? Я думаю, да, но не до апреля. Потому что этот человек был вообще далек от Армельсинга эти сколько лет? Там 9-10 лет. Он вообще и не занимался вообще, как я понимаю, особо. И в апреле он выиграет, конечно, там соперник не сказал бы, что что-то может оказать какое-то сопротивление. Но Ингир ему подбирает пара именно так, чтобы он аккуратно вошел в ритм соревновательный режим. Вот. И я думаю, ну где-то в течение года Арсен будет уже где-то там на верхушке этой категории и покажет именно свою силу, свою мощь. Для Армельсинга возраст – это не возраст. Я вам это докажу. Так что, полный вперед. Кто знает, может быть, сейчас насмотрюсь на Абдулу и тоже возьму, да, заявлюсь на АМС. Хотя тренироваться нужно еще и тренироваться. Все-таки Абдула не выпадал из этого пространства. Я немножечко выпал. Но опять же, кто знает, кто знает. Абдула не выпал. Взвешивал ровно 41. По окончании этого выпуска еще пару слов хочу сказать про шоу в Дубае, про King of the Table. Выступало там два парня, которые в какой-то момент обозначили свои претензии на топовый уровень. Но подтвердить эти претензии не смогли. Это я говорил о Тобисе Спаронге и Мэте Маске. В этот раз эти парни, ну, в моем разуме, не имели соперников уровня поп-армрестлинга. То есть не имели соперников того уровня, на который они в какой-то момент претендовали. Да, каждый из них уверенно выиграл свой армфайт. Но хочется видеть более серьезную конкуренцию. Хочется, чтобы они были готовы к более серьезной конкуренции. Ну, и исходя вот из этого десятого шоу, я скажу, что я хотел бы увидеть поединок между ними. Я бы хотел увидеть поединок и налево, и направо между Тобисом Спаронгом и Мэттом Маском. Вот на этом закончу. Пойду праздновать вам всем, друзья. Хороших тренировок и оставайтесь на канале «Железный рейтинг». Скоро вас ждет много крутых видео. В том числе про бодибилдинг, про ваш любимый. Как без этого.